всем привет сегодня лето 2000 лет в этом подвале не видно апреле мы сидим на карантине мы же на карантине нельзя об этом не нам в подвале сидим на карантине спрятались от всех ушли в подземелье друзья сегодня всем привет на году на дворе 2020 год весна и мы с ребятами снимаем видео очередное видео на нашем канале в августе 19 года мы формировали этот можжевельник вы видели видео на канале в 2020 году не суть прошло полгода мы видим что можжевельник выжил будем продолжать его все это лето выращивать будем кормить его удобрениями и связи с этим мы решили записать очередное видео про удобрения мы экспериментируем вот павел расскажет более подробно о новом нашем удобрении экспериментальным органическом поскольку этот можжевельник сидит в относительно неорганическом грунте то здесь состав идет кокос кокосовый торф керамзит и сверху засыпан клампе чтоб влагу удерживал и хвойным не нужно так много азота как как лиственным деревьям то есть в подобный грунт удобрение должно поступать постепенно и размер равномерно мы нашли рецепт господина кимуры в журнале france bonsai 2010 года огромное спасибо ирине есиповой которая перевела эту статью на русский язык и мы попытаемся из тех материалов которые есть у нас в россии продаются собрать эти удобрения органические и показать вам как они выглядят и в конце осени я думаю мы покажем как они работают то есть насколько деревья прирастают от них как как эффективно растворяется это удобрение и вообще как она себя ведет то что по органическим удобрениям именно колобкам органическим у нас в россии опыта немного в основном все используют биоголд это готовое органическое удобрение она универсальная не только бонсайна но в принципе для многих растений подходит в россии никто не производит и не продает такие комплексные удобрения органические в основном или идет чистый конский навоз или куриный навоз или еще что-то не крути отвлекаешь в основном в россии чаще всего встречается вот подобное удобрение это конский навоз гранулированный или куриный навоз тоже гранулированный но они достаточно высок азотистые и для бонсай не совсем подходит я сделал примерный расчет то есть смеси которую мы будем готовить у меня получилось что по содержанию азота в ней будет 5 и 7 процентов по содержанию фосфора 10 процентов и по содержанию калия 2 и 4 процента то есть такая достаточно фосфорно-калийная смесь с упором на фосфор и немножечко азота фосфор и калий помогают хорошо развиваться ветвям они помогают получать на деревьях маленькие междоузли да это как-то выглядит не очень не очень и но не не азотными если у него 5 и 7 азот мы там а 4 калия но при этом фосфора 10 она еще больше за азотится люди которые услышат услышат цифру 5 и 7 10 и 2 и 4 когда ты говоришь что это фосфорно-калиевая смесь кажется что это все таки азотно-фосфорная смесь с небольшим добавлением калия ну давай так переговорим давайте для начала расскажем что что за рецепт по мотивам которого мы создаем наше удобрение это органическое удобрение средним содержанием азота высоким содержанием фосфора и небольшим количеством калия за счет фосфора и калия деревья развивают более короткие и крепкие междоузли листья получается не очень крупные и такие вот хорошие плотные азот он вызывает очень активный рост у деревьев и рано или поздно если деревья долго растут на азотном питании они могут начать болеть изначально господин кимура специализируется на хвойных растениях и в принципе большие за дозы азота для хвойных растений не очень хорошо подходят для лиственных это более менее нормально но хвойные они растут медленнее развиваются немножко по-другому им азот нужен но не в таких объемах как лиственным или травянистым растениям из чего же состоит наша смесь он стоит из костной муки костная мука это смесь кальция и фосфора ну и присутствует немножко калия жмых соевый жмых в основе своей более такой более азотное одобрение то есть азота она содержит больше и в данном случае в в этом рецепте она используется как клеящая вещь ну как клеящая масса то есть жмых он при размокании становится более клейким и помогает связать эти шарики рыбная мука в рыбной муки содержится фосфор и калий и определенное количество азота отруби рисовые вот у нас тут очищены ну в принципе все химическое удобрение которое у нас есть они появились 20 веке до 20 века не было промышленности которая производит химическое удобрение чем отличаются химическое удобрение от органических химическое удобрение это более-менее чистый раствор вещества в определенной форме который сразу поступает к корням и практически без изменения ими всасывается а органическое удобрение это смесь различных веществ органических неорганических которые только пройдя перри процесс ферментации или разложения с помощью бактерий и грибов у грибов грибы хорошо разлагают целлюлозу и тому подобные материалы бактерия некоторые виды органики хорошо разлагают только пройдя такое переобразование преобразование становится доступным деревьям то есть это медленные долгоиграющие удобрения в принципе большинство вот этих элементов которые у нас здесь представлены на столе обычно заделывается сразу в почву то есть тот же самый суперфосфат это удобрение длительного действия его заделают в почву при посадке в посадочные ямы насыпают или если это огородная культура то непосредственно при обработке земли из всех составляющих единственно не органическое вещество а именно вещество химического происхождения это двойной суперфосфат а почему мы его используем потому что его рекомендуют в своем рецепте господин кимура а для чего нужен этот суперфосфат все эти элементы они не настолько богаты фосфором в них все-таки чуть больше преобладает азот чем все остальные элементы и поэтому для хорошего роста растения рекомендуется добавить суперфосфат удобрение длительного пролонгированного действия который будет постепенно растворяться в этих шариках и постепенно поступать в грунт а и дополнительно еще у господин кимура используют суперфосфат для раскисления почв то есть японии возникла такая проблема что китай активно развивать свою промышленность идут очень много выбросов за счет этого в японии начинают выпадать кислотные дожди и цвет хвои пятихвойных сосен начал меняться они стали из-за того что изменилась кислотность дождей которые поливают в принципе весь сезон практически деревья которые растут в саду хвоя начала бледнеть и стала хуже выглядеть и поэтому господин кимура решил использовать суперфосфат потому что там в составе есть кальций в японии бонсай высаживается в вакадаму смешанную скану мы еще чем-то а когда мы это все-таки грунт это не совсем но это не то что безземельный субстрат это грунт на основе глины то есть он у него другая химия действия по-другому он работает она в общем по большому счету суть этого видео это наш эксперимент нашли эту статью можем если это будет не секрет потом спросить у андрея бессонова действительно ли мы нашли эту статью паша спасибо и мы нашли вот это вот это было самое сложное вот это все вот особенно вот эти вот рисовые отруби пришлось из японии вести ну да граница закрыта из японии не привезешь пришлось искать в россии причем это обычные пищевые отруби которые можно здесь написано котлеты делать на видео не было видно в действительности кирилл правой рукой мне нож под 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 реброба сунул как бы намекнуть что больше не надо спорить поэтому мы продолжаем очень хорош нет на самом деле мне интересно просто я пока мало в этом хочу разобраться но мне кажется что все проще чем мы думаем по рецепту из журнала france бонсай за 2010 год сказано что все компоненты нужно взять в равном весовом количестве то есть не объем то есть не вот один такой горшочек а равный объем равное количество весовое то есть мы решили брать килограмм поскольку пляшем от упаковки супер фосфата сейчас я взвешу в чистом виде сколько она весит включится ну один килограмм 29 грамм на 20 грамм как раз упаковка то есть ровно килограмм то есть мы пляшем от супер фосфата 29 грамм плюс-минус влажность важная пластикового пакета супер фосфата уже имеет влажность так все то что начинаем начинаем эксперимент чуть-чуть сейчас беру бери то у нас вообще-то свобода вот я чем подумал мы в прошлом видео ну это не серьезно нужно японской нет я закажу под 49 рублей большевата поменьше не было открываем это мы уже взвесили высыпай так рисовые отруби взвесим а зачем если в пакетиках все ровно в рисовой отруби вот пакетик весит 200 грамм у нас таких вот раз два три четыре пять пакетиков вот он его не перемешали вот 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 супер фосфат а как раз в этом весь секрет что он используется в шариках гранула что постепенно отдавал если ты что-то измельчаешь она сразу дает концентрацию сколько все пакетики рвем или режем выглядит очень красиво как мука почему вот здесь вот ведро для мусора у меня получается так обнуляем весы знаешь напоминает по запаху комбикорм соевый жмых производители можете использовать любого мы нашли вот этого мы будем говорить о стоимости всего этого набора мы ее целиком не считали так все так килограмм своего жмыха тут пять лет соответственно это если пересчитать рыбный ой рыбная мука это перемалывается в отход отходы нет на основании на основании примерных данных потому что составе не пишут концентрацию ну соответственно те данные которые те данные которые я приводил они примерные потому что любые органические удобрения они гуляют по составу также как минеральная вода натуральная как пример отличить натуральную минеральную воду от от искусственно созданной в искусственно созданные минеральной воде четко пишут концентрацию действующих веществ а в натуральной воде из источника всегда пишут от и до за счет того что пластиковые пластиковые какого она интересного цвета пахнет как корм для рыбок аквариум а это и есть кур кормит ей когда люди делают крабовые палочки сделаем сделаем вот так все что остается у них от крабов от производства крабовых палочек уходит уже на так 800 грамм давай я высыпаю я досыплю еще 200 грамм да действительно пахнет да да прям кажется что и внешне выглядит корм для да не знаю что из этого получится 200 грамм досыпали очень интересно канал главное чтобы не детонировал теоретически может теоретически может костная мука так мы костная мука я не знаю насколько но как приманка для рыбы супер фосфат все портит предлагаю чажора хорошо перемешает половину смеси отсыпать другой тазик да не ну вроде вот так нормально два таза не а мы сейчас идеальный вариант был бы в третьем все это вместе и так сойдет а мы до свадьбы воду будем добавлять сюда да ну ребят тогда нужен тазик больше да моя школа тут тазик нужен больше у тебя больших нет ведро да вот здесь место сразу больше такой мы получили 5 килограмм 5 килограмм общего состава я предлагаю отсыпать два с половиной а вот то есть пять килограмм плюс сколько там воды какой состав а воды как раз по чуть-чуть добавляешь смотришь а я имею ввиду что я предлагаю из вот этого сухого состава два с половиной килограмма сейчас я еще раз все тут перемешать да друзья обращайтесь к нам на youtube канал мы же про кимура снимаем мы снимаем про удобрение ну проки который которая вроде как вроде как господин кимура придумал я понимаю отлично что реальный секрет он не раскрыл конечно это общее такое общий рецепт я предлагаю называть что возможно был какой-то секретный ингредиент назовем его все так килограмм ценой кимура на тему например сюда здесь вот насыпаешь не рассыпалась понятно так мы решили взять два с половиной килограмма из получивший состава просто для удобства работы с ним располовинить объем 200 грамм да ну не 200 малый опыт работы на рынке вот мы сейчас начали добавлять воду вообще цемент обычно в середине делают но этот цемент тут у я пахнет как кашка вкусно кто чем а я как обычно или хоть по мне не скажешь кстати есть это вот если у нас рисовые отруби и соевый жмых соответственно надо дать постоять чтобы она набухла и после этого еще и после этого качать мне подожди мне кажется пока после этого катать шарики еще попозже да мне кажется что впиталась то есть она сейчас кажется таким ну как тесто 10 минут постоять в процессе замеса этого органического удобрения мы поняли что по сути многие составляющие этого удобрения похоже чем-то на составляющие обычного теста а для того чтобы вода равномерно распределилась в частичках наших составляющих нужно дать постоять какое-то время этой смеси чтобы она впиталась разошлась постепенно как клейковин расходится в тесте так и здесь надо чтобы крахмал набух после того как мы скатаем шарики их нужно разложить или на газету или на бумагу сейчас мы решили использовать такую решеточку непонятно чего она посуда видимо очень удобная длинная решетка сюда вот по три шарика точно поместится почему нужно бумага чтобы шарики при высыхании не прилипали поверхности раскладывать мы их будем с небольшим расстоянием следующая стадия какая до 10 дней они будут лежать в теплице и будут ферментироваться что такое процесс ферментации из воздуха из воды из самих вот этих составляющих в эту смесь попадают бактерии различные грибки они там начинают оживать и активно переваривать вот эту нашу смесь переваривая эту смесь они делают ее более доступны для деревьев то есть порядка десяти дней по ферментируются эти шарики покроется плесенью после этого мы их хорошо просушим чтобы у них был более длительный срок хранения и будем использовать лепкость хороший отлично как пластилин лепится ну чуть-чуть рассыпается правда когда а у катать вот так он не получается когда катаешь он рассыпается ну вот кажется что надо еще воды немного не за что кажется налить она вот изменилась за время того как а их можно будет опрыскать чтобы размер шариков может быть разный он зависит от размера плошки от размера дерева то есть чем крупнее дерево тем больше можно сделать шарик правда при предельный размер этого шарика мы не знаем какой насколько больше можно сделать поэтому вот я такой сделал сантиметров по 5 биоудобрение 100 рублей штука сегодня 99 успей заказать этот шарик ждет именно этот шарик ждет тебя дорогой эксклюзивное предложение ни у кого в россии ни у кого в россии этого нет этот секрет который хранили 10 лет и сегодня моего все-таки раскрыли те кто хранил и не факт вообще что они еще живы не все живы здоровы к счастью после первого приготовления нет я же это же тоже я хранил этот рецепт только хранил я хранитель рецептов до 1 2 3 40 52 шарика небольшого размера 3 шарика 3 шарика крупных и 6 шариков с микоризой давай просто для прикола взвесим сколько у нас средне статистически клади сколько девяносто четыре около самый маленький 66 но надо было сотки все делать но это сложно так а вот эти шарики они достаточно влажные в них попала обычная сама плесень какие-то бактерии там с рук попали из субстрата из этого постепенного влажной среде они начнут ферментироваться покроется плесенью дней через десять мы прекратим процесс ферментации высушим их в дальнейшем эти органические удобрения будут размещены в кассу поверх грунта в контейнерах и постепенно будут разлагаться и передавать свое питание дереву а единственное скорее всего не советую для квартиры закрыты использовать подобное органическое удобрение все-таки запах будет от них любом случае на балконах можно на садовых участках идеальным средствам не забывайте ставить лайки я тут недавно провел ревизию нашего канала кажется что те кто его смотрят не ставят лайки пожалуйста это очень важно тысячи просмотров а лайка лайка всего 30 или 50 друзья не пожалейте секунды времени нажмите на лайк спасибо подберем местечко я хотел вот туда поставить где вот меньше входят и пошли ферментироваться сейчас заведется жизнь начнет кипеть бурлить бактерии будут грызть грибы переваривать второй день эксперимента я хочу показать что температура в теплице 23 градуса в общем-то не очень жаркая не очень теплая вот но при этом наши шарики они подсыхают немножко сверху поэтому я решил сделать вот такую конструкцию и сверху накрыть полиэтиленом для того чтобы они не так быстро испарялись и мне не приходилось их опрыскивать там раз в пять часов поэтому я вот решил сделать такую тепличку небольшую тут над ними в общем вот так я закрыл эту конструкцию таким вот кусочком полиэтилена и они там будут внутри существовать я туда час прыстну еще немножко из распылителя воды чтобы там повлажнее была атмосфера и пусть они там преют и ферментируются вчера мы сделали первую партию этих клопков удобрений и вот сегодня я сделал остаток из того что осталось вот такая вот получилась коллекция но ферментировать я буду не в теплице оставлю вот здесь в подвале но создам как бы большую влажность вот не дам ей сильно пересыхать для этого я вот использую вот такой вот контейнер для обуви он в общем-то в нем и лежит вот и соответственно так накрою вот так вот накрою и замотаю пленкой с длинной стороны с короткой стороны пленки не будет вот такая вот вышла коптильня я даже не знаю как сказать место в общем-то где они должны ферментизироваться тут будет тепло и я надеюсь влажно такая тепличка небольшая с двух сторон будет проветривание с маленьких с узких сторон в общем посмотрим через пять дней что там будет вот прошло 6 дней с момента начала ферментации вот если туда посмотреть то видно что в общем-то процесс идет вот эти по краям они конечно сохнут вот эти вот шарики вот поэтому надо постоянно из распылителя увлажнять вот но там внутри процесс идет я сейчас вскрою посмотрю более подробно что там такое а потом снова замотаю вот я открыл эту крышку и в общем-то видно что те что в центре где вот больше всего влажности они вот прекрасно тухнут покрылись вот таким налетом белым плесенью вот ну запах запах такой нет неприятного какого-то сильного запаха вот тут видите вот влажность потому что я попшикал сейчас вот поэтому сейчас я снова закрою и соответственно замотаю чтобы было чтобы влажность всегда поддерживалась там так что в теплице если вы обратили внимание сейчас я посмотрю покажу обратите внимание у них процесс идет не настолько бурно не настолько активно вот вот я снял пленку для того чтобы показать что здесь происходит здесь вот не такой бурный процесс как в подвале да здесь все таки видимо как-то продувается больше хотя пленкой все это накрываю вот но они не так покрываются мухом не они так покрываются плесенью как вот те подвальные удобрения вот постоянный каждый день пшикаю потому что они подсыхают надо их обязательно обязательно вот пшикать они прям такие подсохшие вот это нормально кстати мокрый муку т.к. 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 Продолжение следует... Прошло 12 дней с момента закладки наших удобрений на перментацию. Обратите внимание, в каком они состоянии. Вот. Не знаю, нормально ли это вообще их состояние, и может быть уже пора прекращать это дело и сушить их. А то они тут зарастут и образуется новая форма жизни. Запаха почти нет. Такой слабый-слабый какой-то запах, но ничего неприятного нет. Вот. Надо отправить Паше проконсультироваться у него, что это такое. Так. Итак, 12 дней прошло. Давайте посмотрим, что же здесь. Здесь не такой активный рост и не такой активной ферментации, как я увидел вот в подвале. Давайте посмотрим поближе, что же тут. Вот. Здесь не была такая, конечно, закрытая атмосфера, как там. Вот. Здесь все-таки больше продувался воздух. Но и рецептура вот этих шариков немножко другая. Там был добавлен конский навоз. А здесь вот они так живут. Также здесь свет есть, там света нету. Температурный режим, ну, плюс-минус. Тут, конечно, колебания есть ночь-день. Вот. Хоть теплица отапливается, но все равно ночью холоднее, поэтому некоторые такие скачки присутствуют. Там вот внизу, где влажнее, да, там вот больше плесени. Можно посмотреть, увидеть. Добрый день, друзья. Прошло три недели с момента запуска наших удобрений на ферментацию. И вот можно посмотреть, что с ними случилось. Три недели, значит, одни удобрения были в подвале. Такой во влажной среде. Вот они. Покрылись плесенью. Вот. А другая партия была в теплице, ну, вы видели. Вот. И они немножко подсохли, надо сказать. Хоть они были и под пленкой, и в таком парничке, и я пшикивал их там. Но они подсохли. И вот сейчас я вам покажу. Видно, что расстояние между ними, оно увеличилось. То есть они как бы усохли. Вот. Они стали меньше. Вот. И сегодня у меня задача их порезать напополам и положить на сушку. Вот. И вот этот вяз, он... И вот этот вяз, он как раз показывает, что время прошло достаточно. Три недели. Когда мы начали снимать это видео три недели назад, он еще только просыпался, и листики только вылезали. Сейчас смотрите, какая вот шикарная копна листьев у него выросла. Вот. Ну что, давайте я вам покажу поближе их, чтобы вы посмотрели, в общем-то, за процессом. Да, чтобы вы посмотрели, что тут случилось. Вот обратите внимание, какое расстояние между этими шариками получилось. Когда мы клали, мне кажется, они были покомпактнее лежали. То есть расстояние было совсем маленькое. Вот. И они просто усохли за этот период. Здесь они не усохли. Как вы видите, здесь более-менее все нормально. И еще покрылись какими-то... И еще покрылись какими-то слоями плесени. Соответственно, вот так вот надрезаем. И вот, посмотрите, пожалуйста, что тут получается. Такой вот кексик. Такой пряник, я бы сказал. Вот. Обратите внимание, у него вот тут как скорлупа такая. Вот видите, из этой плесени. И она иногда прям с этой скорлупой отваливается. Так, это я кладу сюда. Ну, и беру. Вот оно, видите. Те, что я беру из центра, они более мягкие, более влажные. Ой. Надо сказать, что за это время истлели не только наши колобки, но и бумага, которая вот к ним тут прицепилась. Вот. И стала такой одной целой массой. Вот, что у нас вышло. Порезанная, так сказать, партия этих удобрений отправляется на сушку. На сушку. И сейчас мы займемся вот этими шариками. Их тоже порежем. У нас, в общем-то, теперь как бы из такой одной партии получилось две. Вот там еще часть поддона забита этими шариками, половинками. Попробуем разрезать его и посмотреть, что там внутри. Он режется гораздо сложнее, гораздо тверже. Понятно, да, что я их режу не просто так. Я их режу, ну, во-первых, чтобы они лучше высохли, да. Это во-первых. Во-вторых, во-вторых, чтобы их положить на землю, вот этой плоской стороной. Вот этой плоской стороной положить на землю и, соответственно, сверху поливать водой. И лучше было сприкосновение. Поэтому вот я их режу, чтобы они там не катались. Хотя я думаю, что и так, в общем-то, они могут нормально лечь, углубившись в землю. Вот. Но это, в общем-то, вопрос, так сказать, вкуса, эстетики. И, так сказать, понимания процесса. В общем-то, понимаете, кто во что верит. Вот. У того так все и работает. Ну, это вот мое мнение. Мы порезали эти удобрения, положили их сушиться. И я понимаю, что все хотят увидеть смонтированное это видео. Но я подожду еще дней пять для того, чтобы эти удобрения высохли. И уже можно было окончательно посмотреть, как они выглядят. Ну, и после сушки мы положим их под деревья, для того, чтобы они уже выполняли свою основную функцию и, соответственно, удобряли пансай. Итак, последние два этапа приготовления удобрений. Это, соответственно, сушка. Вот сушка закончилась. Посмотрите, они высохли. Надо сказать, что пока они сохли, был очень такой сильный запах рыбы, рыбной муки. Вот когда они ферментировались, такого запаха не было. А вот при сушке был прям такой очень сильный запах неприятный. И весь подвал, в общем, пропах этой рыбой. Вот, значит, ферментация закончилась, сушка закончилась. И теперь последний, в общем-то, этап, самый приятный, наверное, для бансаистов, это укладывание этих удобрений на почву наших деревьев. Давайте посмотрим, что это очень просто делается. Вот так вот они кладутся. Вот, и сверху поливаются. Теперь при каждом поливе частичка этих удобрений будет уходить внутрь и питать корни нашего дерева. Субтитры подогнал «Симон» Вчера я положил удобрение на землю. И вот можно посмотреть, сегодня пошел дождь. И вообще, похоже, будет у нас такой этап неделя дождей. Поэтому вот это очень полезно. Сейчас дождь промывает, мочит наше удобрение. И тем самым питательные вещества поступают в корни, и деревья растут. Дуб у нас еще не проснулся. А вот груши прекрасно просыпаются, распускаются, и вот им очень хорошо. Листики небольшие у них вот появились. Так что я надеюсь, что эти удобрения будут работать, и дождь будет в этом только в помощь.